Музыка Новый образовательный проект для достижения успеха в учебе и повседневной жизни группа компаний «Просвещение» представила на главном книжном форуме страны Московской международной книжной выставки-ярмарки. В этом году она прошла в юбилейный 30-й раз. В рамках деловой программы на стенде «Просвещение» посетители выставки, родители, дети, учителя смогли ознакомиться с ключевыми направлениями в области образования и решениями, которые для них предлагает «Просвещение». На стенде «Просвещение» представлены как уже хорошо знакомые и известные литературы издательства, так и новинки, среди которых пособия учебно-методические комплекты «Шахматы в школе» для обучающихся 1-4 классов, «Время изучать китайский» для учащихся 5-9 классов, «Астрономия» для 10-11 классов, а также учебно-методический комплект по английскому языку «Звезды нашего города». Также среди новинок вы можете увидеть пособия для подготовки к итоговой аттестации для всех уровней образования, всероссийские проверочные работы ОГЭ-ЕГЭ. Для детей дошкольного возраста представлены новинки серии «Школа развития», а также пособия для развития эмоционального интеллекта детей серии «Академия Мунсиков». Ознакомиться с последними трендами в сфере образования можно было в рамках увлекательных мероприятий, организованных «Просвещение». Участники семинара «Как выбрать профессию будущего» узнали о построении образовательных и профессиональных траекторий в 21 веке. Как помочь школьникам не ошибиться с выбором профессии? Для этого, собственно говоря, мы и сделали нашу страдочку, которая называется «Тестовая профессиональная ориентация». И там есть комплекс методов, комплекс способов, которые помогают школьнику определиться, какая же, собственно говоря, профессия наиболее точно подходит ему. Для того, чтобы выбрать, нужно знать, из чего выбирать. То есть есть такой информационный способ. Мы знакомы вообще школьник с профессиями, какие они бывают. Дальше, для того, чтобы понять, насколько эта профессия соответствует, нужно узнать что-то о себе, свои интересы, понять, будут ли реализованы мои интересы. Второе – это способность понять, смогу ли я выполнять новую профессиональную деятельность. Ну и личностные качества какие-то, свои какие-то особенности, которые покажут мне, будет ли мне комфортно находиться внутри этой профессии. Дальше нужно посмотреть, востребованность на рынке труда существует ли она там сегодня, будет ли она завтра, нам эта востребованность. Третье – попробовать себя в этой профессии. Какие профориентационные мероприятия предлагает просвещение? Мы сегодня активно развиваем серию пособий «Моя будущая профессия» тесты по профессиональной арестации школьников. Пособия для 8-9 класса уже можно приобрести в нашем интернет-магазине и в магазинах партнеров. В октябре выходят пособия для 10-11 классов, уже ориентированно на ЕГЭ и непосредственно выбор профиля обучения в университете. Также сейчас мы активно работаем над созданием новых электронных форм нашего контента. И мы можем активно рекомендовать и советовать учащимся принимать участие в профориентационных мероприятиях от Центра тестирования и развития гуманитарной технологии. В рамках ММКВЯ просвещение провело интерактивную шоу-программу для детей «Компас эмоций», где дети познакомились с такими эмоциями, как радость, грусть, страх, удивление. Мир эмоций, он огромен, он бескрайний, словно море. Дети могут заблудиться, в своих чувствах ошибиться. Но не зло и слезы лить, надо нам смелее быть, Чтобы больше не теряться, мы начнем тренироваться. Улыбнемся мы! Мой любимый персонаж – это Монтик по имени Хохотайка, Мими и Нескучайка. Расскажи об этих персонажах. Мими делится вдохновением, Нескучайка интересом делится, а Хохотайка делится радостью. Виктория, почему важно развивать у детей эмоциональный интеллект? Знаете, сейчас уже доказано на уровне образовательной системы, что дети с развитым эмоциональным интеллектом, они гораздо свободнее и лучше чувствуют себя в коллективе. Они лучше познают те основные знания, навыки, которые даются в школе и в дошкольном образовании. Они чувствуют себя увереннее, лучше выражают свои мысли. А это именно то, что необходимо для того, чтобы дети развивались, чувствовали себя успешными и счастливыми. Академия Монсиков – это комплексный проект, который в себя включает и специальные курсы повышения квалификации для педагогов. Безусловно, очень важный пласт – это различные мероприятия, праздники, которые проходят с монтиками, потому что дети очень любят этих героев, они им действительно помогают. Ну и, конечно же, огромный пласт – это пособие, потому что это то, что всегда может быть в каждом классе, в каждой группе, в каждой семье. Это конкретно упражнения, задания, которые могут провести педагоги со своими детьми, а родители на уровне рабочих тетрадей уже и у себя дома, чтобы помочь детям развивать эмоционального интеллекта, имбаланса, эмоциональной сферы. Это очень здорово, что просвещение сейчас выходит в несколько серий, потому что на каждом этапе, с учетом возраста и своей особенности подхода развития, в том числе эмоционального интеллекта. Вот, например, вот этот курс «Краски эмоций», он рассчитан на детей 5, 6, 7 и 8 лет, то есть это реально такая подготовка к школе. Также выходит курс «Кругобуквенное путешествие», это на возраст 3-5 лет, и очень увлекательный курс тоже в ближайшее время выходит, это география с монтиками, география эмоций, где все это дети путешествуют по всему миру. Что важно знать о курсе? Что это всегда методичка для педагогов, где очень подробно прописаны все занятия, где есть очень четкий план, но при этом педагог, действительно, исходя уже от конкретного класса, конкретной группы, может дополнять и реализовывать это представление. И, конечно же, это целые курсы за 11 занятий вот таких вот очень ярких рабочих тетрадей, с которыми детками всегда присутствует плакат, присутствуют наклейки, что очень любят дети, так что это всегда целый мир, это позывательный квест, путешествие, но только такой комплексный подход позволяет вовлечь ребенка, действительно растет его таланты, и он это дальше применяет и в жизни, и на занятиях. Среди других полезных и интересных активностей ММКВЯ викторина для детей и взрослых, приуроченная годы экологии в 2017 году. Ее участников ожидали интересные и занимательные вопросы, увлекательные ребусы и игры. Юбилейная 30-я Московская Международная книжная выставка-ярмарка завершила свою работу, традиционно открыв новый книжный сезон. Юбилейная 30-я Московская Международная книжная